МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди огромного числа икон Божьей Матери есть и икона воспитания, в которой мы обращаемся к тому, чтобы она помогала нам воспитание наших детей в наших православных семьях. И когда мы обращаемся к Божьей Матери, для нас неважно, какие дети – свои или приемные. Когда они живут в одной семье и воспитываются православной традицией, они все становятся одной большой православной семьей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я педагог-психолог, и работая в детском доме «Надежда», я много лет сопровождала приемные семьи. Воспитывать приемных детей очень сложно. Вот сейчас стали готовить приемных родителей. И я один из первых специалистов, кто организовывал эту школу в городе Кирове. У нас в России очень много людей милосердных. Вот приходят в детский дом у нас, да, вот, вот увидели ребеночка. Ну, ведь иногда бывает и несколько детей увидят, но сердце-то открывается на него, на одного. И здесь вот, да, и начинается все с любви. И я всегда приемным родителям, вот кандидатам вернее, говорила и говорю, что к вам придется равно ваш ребенок. С ним пройдете путь, который надо вам пройти. Путь радости, слез. Все эти люди любят этих детей. Все начинается с любви. Это я согласна. А вот дальше это труд. Это труд обеих сторон. На вопрос, трудно ли мне с такой большой семьей, я бы сказала так, что такая семья имеет свои трудности, конечно, безусловно, но и свои преимущества. В каком плане? Что дети разного возраста. И старшие дети, они активные помощники воспитания младших детей. Конечно, я как мама знаю больше там, да, все. Но ведь они своим примером, сами близкие по возрасту, они активные участники воспитания младших. Вот именно своим примером. Все хорошее, что есть в каждом ребенке, они делятся ведь друг с другом. Вот у нас бывают дни, когда нам мама, вот мама с нас спрашивает, вы вот будете в будущем мамами, вот посмотрите, как это будет. Я вот, например, назначаю Ирина сегодня тебя мамой. И как бы в этот день я должна, вот если это учебный день, у младших проверить все уроки, потом посмотреть, все ли прибрано. Мамой быть трудно, потому что очень сложно найти такой ключик к каждому, к свой подход, к ребенку. Иринка – человечек любознательный, на полгода старше остальных. С моей помощью Иринка полюбила чтение, чтение православной литературы. А остальные-то все от Иринки уже пошли. Видя ее такое вот желание читать, стало интересно ведь тоже. Вот я рада, что у меня нет желания у детей быть наедине с компьютером. Есть желание быть с книгой. Дети занимаются на художественном отделении, значит, школы искусств. Многие из них оказались, большинство, талантливые в изобразительной деятельности. Это как бы вот один из моментов. Саша в настоящее время может у нас вышивать, шить, сидеть по 3-4 часа. При том, что в целом-то он активный мальчик. Ну, понятно, что не я его специально вот учила вышивать, а девочки делают. И он ведь научился и в чем-то лучше их делает. Это я вышел сам. Ну, вот тут нарисовано, а я поэтому вышиваю пока что. Для меня все девчонки в семье, меня это вообще не беспокоит, потому что все они мои сестры и друзья. Мы делаем куколок. Нас попросили в монастыре матушка. Оно где-то на севере. Женщин, которые сейчас сидят в колонии, которые совершали раньше преступления, теперь они сидят и как бы не могут с детьми быть, поэтому мы для них стараемся сделать что-то приятное. Так случилось, что с Владимиром Ивановичем, своим нынешним мужем, у меня второй брак. Владимир Ивановича своих кровных детей нет. Сначала он поднял со мной вместе кровных детей, двух сына и дочь. Мы хотели совместных детей, но не сложилось у нас. Папа работает на железной дороге. Каждое утро встаем мы, и уже еда на столе. Это все равно мы понимаем, что это папин труд. Папа помогает нам с математикой. Вот никто у нас так не знает математику, как папа. Самое сложное начинается и для приемной семьи, так же, как и для родной. А для приемной особенно важно прожить подростковый возраст. А вот для того, чтобы прожить его полегче, успешно, вот с первого дня ребенка должна начинаться работа на вот эту перспективу. Я эту перспективу нашла в православии. Предлагая детям во церковление, вот в православии, это самое главное, ничего не навязывать. Я так считаю, я предлагаю. А дальше все решать должны сами дети. Это их дорога, их путь. Мой, как матери, показать им этот путь, что он, этот путь есть. Вот, допустим, ну, если бы они не захотели, взрослые девочки, ходить в воскресную школу, то хотели бы вот Надя и Саша, да? Но им это надо, они ходят. Хорошо там детям, пусть они там будут. Батюшка Константин Варсегов с матушкой Ксении, они стали помощниками в воспитании наших детей. Преподаватель Закона Божьего, отец Андрей, учит нас правильно понять Священное Писание. Сейчас вот мы проходим Евангелие, Новый Завет, и там Господь рассказывает притчи, которые учат дружбе, не ссориться, чтобы у нас между нами всегда царили доброта, дружба, которые учат смирению, что когда вот, например, тебя кто-нибудь обидел, ты возьми, попроси сам у него прощения, хоть ты и не виноват. Мы лето, часть лета живем в Нижегородском, Макарьевском, Желтоводском монастыре. Это наш второй дом. И как я могу не повезти туда детей, если дети меня об этом просят? А поедем, мамочка, июля-август. И там так здорово, мы будем на сборе яблок, груш. Мы будем делать для монастыря заготовки. Я, конечно, поддерживаю, говорю, на самом деле. Давайте поедем. В монастыре очень мало сестер. Монастырь огромный. Паломников огромное количество там. И всех ведь надо покормить. Часто бывает, что в монастыре нам дают работу для взрослых. Как для взрослых. Нам кажется, что она невыполнима, что нам ее будет трудно выполнить, и мы ее не сможем никак сделать. Но помолившись, мы ее выполняем быстро и легко, и у нас все получается хорошо. А когда мы приезжаем туда на Рождество, и выставляют, и говорят, деточки, это же вы нам помогали делать. Угощайтесь, кушайте. Когда они видят, сколько они банок сделали, да, там, они же все это видят, во что это превращается все. Когда они слышат слова благодарности, слова того, насколько им тяжело бы было, сестрам, без их реальной помощи, то, конечно, вот это помогает им воспитывать трудолюбивыми. В нашей семье очень много традиций, но мне больше всего нравится, когда мы всей семьей вечером собираемся и обсуждаем какие-то проблемы, какие были ошибки. И после этого мы друг у друга просим прощения. Приобщая детей к чтению, любовь прививая им к литературе, мы пробуем сами сочинять сказки. Первая сказка у нас появилась по инициативе Иринки. Основа этой сказки – Иринкина судьба. Мы постараемся продолжить обязательно эту традицию. Несколько сказок у нас есть. Мы постараемся, чтобы сюда вошли сказки всех членов семьи. Я думаю, что здесь появится даже папина сказка. Иринина сказка Жила-была девочка, похожая на меня, и у нее не было дома. Зеленый листочек был ее одеялком, а желтый одуванчик – подушечкой. Умывалась она утренней росой и мечтала о теплом, уютном доме. Девочка часто плакала, у нее не было друзей, и жизнь ее была грустной, ведь ее никто не любил, хотя она ничего плохого не сделала. Вокруг летали пчелки, шмели, бабочки, но у них были свои дела, и им не было до нее никакого дела. Однажды девочка уснула вся в слезах, и вдруг она почувствовала необыкновенное тепло, нежность, то, что называется любовью. Девочке все это было так приятно, но незнакомо, и очень хотелось открыть глаза, но она боялась, что это сон, который может закончиться. Добрые, ласковые руки подняли и понесли ее куда-то. Когда она все-таки открыла глаза, то увидела женщину, и девочке показалось, что она ее давно знает, и что она похожа на волшебницу. «Ты моя мама?» спросила девочка. «Да, и у тебя теперь будет много сестер и братьев, и добрый папа, и все мы будем называться твоей семьей». «Что такое семья?» спросила девочка. «Это когда есть мама, папа, много детишек, и все любят друг друга, помогают и заботятся друг о друге». «Как бы результатом, оценкой, наверное, моего материнства, я считаю то, когда я получаю от своих детей вот такие открытки, сделанные своими руками, в которых выражены их чувства. Эту открытку своими руками сделала моя дочь Вероника». «Я желаю маме и папе здоровья маме, чтобы долгих лет жизни, чтобы всегда с ней присутствовал ангел-хранитель. Папе желаю, чтобы он жил долго, чтобы они еще, родители, увидели наших внуков, и чтобы папа с мамой вообще никогда не ссорились». «Я как бы пришла к тому, что поиск взаимопонимания, вот он должен быть дополнением к любви, которая должна быть с самого начала между родителем и любым ребенком, который приходит в семью. Ребенок, он родился, ведь он уже личность, правда? А сопровождать вот эту личность, вот это наш родительский долг, наша обязанность. Взаимопонимание – это значит навяливание чего-то своего, своих каких-то взглядов детям, да? А взаимопонимание, вот я вижу так, что вы послушайте меня, а я послушаю вас. И давайте придем к общему мнению». «Семья – это труд, друг о друге забота, семья – это много домашней работы, семья – это трудно, семья – это важно, но счастливо жить одному невозможно. Храни вас Господь в ваших семьях». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова